Легла на кровать, поздоровела на медальон и родила шампиньон! Ха! Мама! А где папа? Когда ты подарила мне этот кулон? Блин, это серьёзная игра на самом деле. Итак, дорогие друзья, всем привет, с вами Влад Линес. И сегодня у нас новенькая будет игрушка на канале, которая называется The Casebook of Arne. Это пикселька, которую у нас заказала такая вот интересная девушка, как Киллер Пики Пуки. Ой, здравствуйте, да. Вот, и я хочу сказать, что у нас давненько не было классных вот игрушек на канале, пиксельных и тому подобное. Вот, а у нас появляется как раз одна из них, она на английском языке. Но опять же, мы будем переводить, всё нормально, всё классно. Мы не забываем про другие игры, не переживайте, всё будет переводиться так же, как и переводилось до этого. Но, вот эта вот игра, я что хочу сказать, она довольно интересная. Она поначалу показалась мне такой какой-то, может быть, немножечко детской. Но, на самом деле, это новый такой вот пиксельный проект, который, можно так сказать, с японского недавно перевели. И он как раз вышел вот только недавно. Ну, почти недавно, можно так сказать. Я запишу первую серию, мы посмотрим её, оценим. Вы напишите комментарии, как вам понравилось или нет. И мы разберёмся. Будем, ну, мы её будем проходить дальше. Ну, давайте, я не буду слишком долго рассказывать что-то там, что как я записал, Витч Харт, когда-то Витч Хаус, Мэтт Фазер. Ну, а на самом деле, да, я записал очень давным такие давно игры, поэтому 2020 год, прошло лет 5 или 6. Ну, и мы до сих пор продолжаем записывать такие же игры. Потому что классные игры, это огонь. Говняные игры, это говно. Да, пока Амори нету, пока мы ждём Амори, мы немножечко можем вот посмотреть что-то новенькое. Игра поделена где-то на 4 части, но пока есть 3 из них. И я не буду говорить про что это вообще игра. Чисто смотрите прохождение и поймёте, понравилось вам или нет. Вот и всё. Первая серия всегда для этого и нужна. Вот. Так, вот такие дела. Так, вот, мы играем девушкой под именем Линь, вроде, да, или Луни, Линь. Прошло уже 2 года с тех пор, как скончалась моя мама. Конечно, отец придёт сегодня сюда, по крайней мере, да. И нам показывает дочь семьи Рейн Ванс, вроде бы, правильно я сказал или нет, благородство на всё, на всё любопытство, на всё. Короче, такие дела. Вот. Девушка направилась к могиле матери. А стрелка, указывающая на объект, означает, что, проверив это место, что-то произойдёт. Вот. А смотрите, у нас так, навылает, ой, пикселька эта начинается. Прям так вот странно. Мы идём к матери на могилу, всё грустно и тому подобное, но дальше будет. Если честно, я говорю ещё раз, я такие игры обычно не люблю, но эта игра мне понравилась с самого начала. Тут будет юмор и не переживайте, всё будет. Так, отец, думаю, тебя же нигде не видно, да? Думаю, мне не стоило надеяться на многое. Ну, тебя, типа, нигде не видно, короче, да. Он не пришёл, короче, на могилу матери. Он никогда раньше не навещал. И я полагала, что... Бляха-муха. Вот, надеяться мне не на что было. А, да, вот, он никогда не навещал ранее, поэтому... Короче, мамку он не навещал там подобное. Вот, мама, когда-нибудь я позвучусь о том, чтобы отец и я приехали сюда вместе? Видите, я уже начал пиксельки, а я уже запинаюсь в переводе ужаса. Она пробыла, видите, до заката. Неужели уже так поздно? Я вернусь сюда снова, мама. Пожалуйста, присматривай за нами с небес. Кладбище красилось в закатные тона, ведь девушка оставила его и поспешила домой. Вот, у нас мы побежали домой, домой, домой. Давно пикселек не было каких-то интересных, но вот это должна быть довольно классно. Это то же самое, как Вичхард, но... Ну, мне так поначалу кажется. Но совсем другая, она не будет жестокой, тут не будут... Ну, тут будут, наверное, убийства, но совсем другие. У нас, смотрите, замок огроменный, а фамилия у нее немецкая, как я понимаю. Походу, это где-то в Германии происходит и там подобное вот хрен его знает на самом деле. Вот Диана, которая к нам подходит. Добро пожаловать домой, госпожа Линь. Разумная, легкомысленная горничная. Хлопоты на всю, легкая атлетика маленькая и улыбка вообще на 32 зуба. Короче, Диана по прозвищу Лохматая Гантель ее вынули. Да. Вот она, наша прислуга. Я вернулась домой, живая невредимая. Да. Итак, ужин приготовлен для вас в столовой. Типа все ждут, да, вас. Понял, принял. Хорошо, да. Ух, а я немного опоздала, не так ли? Нет, это вообще не проблема. В конце концов, вы сказали нам, в какое время вы бы вернулись, прежде чем отправились в путь. Ну, типа, она уже сказала ей. Мы просто подстроились под это... Ну, под это подстроились и типа ждали ее, чтобы пожрать кашу-малашу. Извините, что усложняю вам задачу. Было время, когда я волновалась, что ты не приходила после наступления ночи. Но с тех пор, как ушла хозяйка дома, мама, типа, умерла, да, вы стали такой изящной, госпожа? Эээ, полагаю, да, стала. Я становлюсь все старше. Хе-хе, ну да, так и есть. Типа, взрослеет и типа, ответственность принимает на себя. А теперь немедлите, 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 да быстренько в столовой кушать. Гавриков, быстро, блин, быстро. Точно. Быстренько побежали. Так, это у нас управление дойдет. Я уже привык к новеллам, просто там все перекладывается самым автоматом, и поэтому такие дела. Ах, отец. Мда. Отец у нас старый, походу. Что-то она с палочкой идет. И я навестила могилу матери. Я уверен в том, что ты знал, что сегодня годовщина ее смерти. И я знаю, что ты должен был занять... Ты точно... То есть ты был занят, но может в следующем году получится... Типа, пойти вместе. Я уверен, что маме понравилось бы это. Эм. Так, его зовут Клаус, да, Санта-Клаус. Ты это говоришь мне? Роза, моя дорогая жена, определенно не мертва. Вот почему он, походу, и не ходит. Походу, что-то, видите, уже с самого начала ебануться, обтуфлигнуться. Короче, батя уже что-то тут знает. Батя не верит в смерть жены, и, наверное, потом она, может, реально появится. Или нет. Отец лень, который обожающий свою жену. Вот, склад ума ноль. Ну, понятно, да, ясно. Жизнеспособность тоже ноль. Практически любовь безмерна. Ага. Ну да. Все ясно. Тронулся, короче. А, Роза, Роза, ты здесь всегда со мной? Отец. Не смей произносить больше эту чушь о том, что Роза умерла. А, да, кашель. А я думал, видите, батя, короче, забил хрена. На самом деле, батя не верит в то, что мать умерла. Интересно, почему? Отец. Да, и на самом деле, это игра про вампиров сразу. Спойлер такой. Забудь об этом, я в порядке. Как и Slow Damage, да? Вот и Элисон у нас появилась какая-то. Пожалуйста, простите нас за это. Ультра-дружелюбная горничная владеет формальной речью, короче. Элисон ее зовут, хлопоты у нее в норме. Недотепа на всю. Формальность такая себе. Короче, двух мы уже видим. Этих служанок. Вжух улетела. Сегодня она споткнулась 20 раз за один день. Элисон только что совершила рекорд спотыканий за сегодня. Понятно. Госпожа Лень. Извините, я немного завтыкала. Ну, это да, простите. Теперь давайте поедим. Да, действительно, безусловно. Ваше место, госпожа. Такая музычка интересная. Игруха, вроде бы, вроде игруха сделана так, не сильно прям красиво. В плане в том, что пиксельными объектами, ну, она обычная, да? Ну, как бы, вроде и обычная, и необычная, да? Так, эм, ничего, ничего не понятно, что-то, что сказал Блутлингес, да? Хорошая погода, да? Нормально. Да, хорошая. Тишина. Тишина. Мне кажется, завтра будет еще лучше. Да неужели? Эм, скажите, госпожа, вы знали об этом? Что были некоторые пугающие происшествия, происходящие в этом районе в последнее время? Происшествия? Опа. Мужчина, бродящий, и убивает одного, ну, типа, мужчина, бродящий ночью, а в темноте, да? И, типа, мужчина, ночью, бродящий в темноте. Ебанья, переводчик, нихуясь. Убивает одного за другими, пиздец, ебанья, обосрались. Дайте пожарить нормально, спокойно, да? Кажется, это сейчас довольно горячая тема в газетах. Слухи, короче, пошли. Диана, сейчас не время для таких тем. Оу, да, ты, конечно, прав. Извиняюсь, это была неподходящая тема. Воспитание во время еды. Типа, она воспитывала в плане в том, что не хотела, чтобы она, короче, лазила в ночь одна и тому подобное. Вот, как она это делает постоянно, да? Ну, и вообще не лазила. Не умничай, все в порядке. Музыка так поменялась. А вот он, Гордон наш, еще какой-то чувачела. Госпожа Лин, у вас есть минутка? Да, а что? Короче, еще один Генжи из мира Чайка Кумасавных Бабуинов. Еще один Генжи Гордон. О, прям на все сто. Лоб тоже на сто. Лоб, лол. И усы, ну, чуть поменьше, да? Что тут за... Я не понимаю, что это за звездочки? Это типа юморной момент такой или типа такого? Я поначалу думал, что это реально какой-то, знаете, типа статус того, что они будут в RPG-моментах сражаться там с кем-то, может быть, или типа такого. А нет, это просто прикол. Хоть я не остановил тебя сегодня из-за годовщины твоей матери, пожалуйста, воздержись от того, чтобы выходить куда-то на будущее. Мы не можем допустить, чтобы что-то случилось с единственной дочерью семейства Рейнгверс. Извиняюсь. Спасибо, что заботитесь... заботитесь обо мне. Я никуда не уйду, не сказав вам. Ну, тогда рад это слышать. Я учитываю поведение хозяина с тех пор, как умерла его жена. Вы просто обязаны сделать себя достойной наследницей, как можно скорее госпожа Линь. О, да-да. Конечно, вы стали в последнее время еще более изысканной хозяйкой. Хозяйка, в прошлом вы были... Вы бы вышли и не вернулись, пока не стала бы кромешная тьма. Не говоря уже о рваной одежде, которая появилась из-за того, что вы лазили по деревьям. Офигенно. Хм, да, чуть не забыла. Я уверен, что твоя мать сейчас на небесах и довольна тобой. Пожалуйста, продолжай же в том же духе. Спасибо вам большое. Музыка такая поехала, да? Так, ну шо, похавали мы, пожрали. Спасибо всем за еду, да, спасибо большое. Я сейчас же возвращусь в свою комнату. Пожалуйста, не стесняйтесь нас спрашивать о чем угодно. Мы будем там в мгновение ока, быстрее как гора. Эм, что? Быстрее, быстрее как гора? Видимо, в Японии так говорят, Гордон так научил. Ветер, Диана, стремительнее как ветер. Прямо как он и сказал. Я не очень понимаю, но большое спасибо вам. Уже начинается. После ужина девушка решительно отправляется в ее комнату в восточном конце первого этажа. Вот. Слухи серийного убийцы добавлены заметки. Откройте меню заметки и выберите их в любое время. Вот. У нас мы можем зайти вот сюда вот. У нас есть заметки, опции, сохраняшки, писюняшки. Вот, руморс. В последнее время происходит серийное убийство. Буквально на днях после... Последней ночью был убит мужчина, короче. Вот. Я хочу сказать, что мы можем сейчас куда угодно пойти. Но я пойду по сюжету и пойду чисто сюда. Мы можем пойти в другое место. Нас никто не задерживает в другом месте. Но я почему-то об этом не подумал и пошел сюда. Мы можем познакомиться там и с поваром, и там каким-то чуваком на улице и там подобное. Но мне кажется, мы их и так сейчас увидим. Ну, не сейчас увидим, но мы их увидим. И так мы с ними и так познакомимся, если они не какие-то левые персы. Правильно? Правильно. Интересно, все ли в порядке? Все ли будет в порядке? Хоть он сильно изменился после смерти жены два года назад. Госпожа Лин, кажется, очень переживает за него. Похоже, она стала послушной. Послушной, может быть, даже кроткой. Как будто бы она считает, что ведет себя как Лиди Роуз. Вернет хозяина в нормальное состояние. Но я уверен, что даже госпожа Лин сдастся. Признайтесь, старого хозяина уже не вернуть. Нет, меня это не беспокоит. Как воспитатель госпожи Лин, я должен сделать все возможное предупреждение. Однако в результате этого... Я беспокоен, не стала ли хозяйка меня презирать за это? Ох, дорогой Гордон, вам кажется... Вы кажетесь довольно расстроены этим, да? Тебя не любил никто с самого начала, так что все в порядке. Ты думаешь... Как ты думаешь, она когда-нибудь назовет меня опять дедушкой? Ой, я уверен, она позовет тебя достаточно скоро, старой лысиной, возможно. В любом случае, у меня есть еще работа, так что... Пожалуйста, не беспокойте меня. Не, может быть, не назовет меня госпожа старой лысиной. Ору. А вот вам и юморные моменты, как я говорил. Да, погнали дальше. День Крум, и вот она наша комната. И это только начало. У нас первая серия будет на оценочку, так что если вам понравится, то... Да мы будем в любом случае проходить. Так что ставьте свои лайкусы и не писайте в трусы, да? Вот она, легла на кровать, поздоровела на медальон. И родила шампиньон. Ха! Мама! А где папа? Когда ты подарила мне этот кулон? Блин, это серьезная игра на самом деле. Ты сказала, что он спасет меня, когда у меня будут проблемы? Так вот, сейчас у меня проблемы. У меня пошли первые кровавые кетчупы. Ладно так. Я хочу, чтобы отец вернулся к своей старой жизни, чтобы он был таким же, каким он был. Бухал этот, как он называется... Как он абсент. Но я думаю, что это проблема между мной и отцом. Я уверена, что ты ругала бы меня за это и велела бы решить это самой. Так что, пожалуйста, забудьте, что я сказала. Я уверена, что все будет в порядке. Пока... Пока я в порядке, я уверена, что... Сейчас. Я уверена, что отец... Айланг из... А, пока... В то время, как я в порядке, я думаю, что отец будет... Он вернет свой позитивный взгляд. Посмотрит на меня снова и... Хотя совершенно не уверена в этом. Ту-ту-туру-туру. Эх, типа, сегодня день был совсем плохо. Я все еще чувствую себя хреново. Надо выбираться из этого негатива. Вот так, правильно. Есть только один способ выйти из этого фанка. Ну... Ой, неправильно я прочитал. Типа, да, надо выбраться из негатива. Вот это правильно, да. Есть только один способ выбраться из этого фанка. Не знаю, как фанк переводится. Ну, наверное, плохого настроения, может. Сегодня по-настоящему взбодрю себя. Так. Во-первых, нужно приготовиться. Так. Короче, осмотрите комнату. Найдите что-то, что вам понадобится. Господи, вот эта вот музыка. Какая же она дурацкая. Просто нереальная дурацкая музыка. Как будто бы ярлаш какой-то смотришь. Так, посмотрим. Что тут? Вот оно. Получили бандану. Типа того. А, да, вот они где были. Получены светящиеся палочки. Хорошие предметы, да? Хорошо, следующий шаг. Так, тут вниз надо пойти. О, ага, и тебе нужна удобная одежда. Вот это ужас просто. Это просто пиздец. Что она надела спортивный костюм? А, без сомнения. Так, сейчас. А, инамура бренд лучше в Японии. Да, у нас, кстати, все в таких инамуровских костюмах в России ходят и в Украине. Они поддерживают этот бренд. Ну да, этот костюм действительно отвечает всем моим потребностям. Так, все, что потребовалось дальше. Это плюхнуться на диванах. Да. Хорошее взбодрение, да? Она говорит, я взбодрю сейчас. Мне нужно взбодриться. Кстати, тут какое-то место как будто бы, смотрите, как будто бы, ну, подвал какой-то, да, выделен. Ну да, вот так вот мы взбодряемся. Так, подготовка завершена сейчас. Присоединяйтесь, типа, да? А, вот для чего эта фигня, сзади там открылся проектор. Ни хрена, у него кинотеатр, да? Я ору просто. Да, давайте, приступим. Пя-пя-пя-пя. Такое ощущение, что это не игра уже, а какой-то, детский какой-то молекулярный биозавод имени Анальгина. Вампиры. Не только ценный мех, но и, да, бессмертные монстры, которые пьют кровь людей. С их гротесной силой, повелители ночи, правят этим миром. Действительно так считалось. Столетия назад. Действительно, вампиры существовали. Говорят, этот фильм историческое произведение, изображающее то, что действительно происходило в то время. И я имею в виду... Это, конечно, очень сомнительно. Некоторые вещи в этой штуке на самом деле не являются реальными литературными событиями. Но, тем не менее, я читала литературу, и я уверена, что этот фильм определенно исторический. Ну да, хотелось бы так думать, да? Извиняюсь. Так. Опа. И тут такой прям хоррор пошел. Мои товарищи, я благодарю вас за то, что вы пришли. Я одобряю вашу решимость. Решимость прям как в Андертеле. Проклятый человек, как досадно, что я сам не могу их истребить. Прискорбно, но даже силе девяти королей не... Не может она справиться с этим. Только подумать бы о том, что мы те, кто зовется королями, должны бояться одного единственного человека. Братья. Ради множества вампиров, которые по статусу меньше нас, мы должны убить этого человека. Это, походу, девять вампиров, девять королей, как я понимаю. И они говорят про человека. Но сейчас кое-что вы увидите, да? С этой целью сердца королей должны стать единой плотью. И так мы станем единственным королем. Мне это не нравится, но пусть будет так. Все что угодно. Главное убрать эту помеху. Нас девять. Но мы типа один. Девять в одном. Давайте, товарищи, примите свои сердца. Для того гнусного вампира, который убьет нашего врага. Которого зовут... Нюнтот. На самом деле, я не знаю, правильно я говорю или нет. Но прикол здесь в том, что это немецкие названия. А я не немец, как бы, да. Я украинец. Так что, скажите спасибо, что с английского на русский хотя бы перевожу. Кстати, если посмотреть на нашу девочку, да? На Линь, на нашу. Она, короче, любит вампиров очень сильно. Потому что у нее вот эта вот, как она называется? Спортивная одежда с Бэтменом. Вампиры сверху написаны и тому подобное, да? Эти девять королей называют себя предками вампиров. Их сила безмерна. Но есть человек, который может их победить. Значит, вампиры в настоящем... Ну, настоящей проблеме... Ну, как это сказать? Настоящей проблеме, там, переплете. Они в жопе, короче. Вот. Но они не только не сдались, но еще и объединились. Дикая идея, о которой люди даже не подумали. Как неотрезиму. И очаровательно. С этого все начинается. Ля какой. Не он тот. Во-ха-ха. Музыка такая прям пошла. Во-ха-ха-ха-ха. Поубивал их, короче. Я так понимаю, да, всех? Родился с девяти сердец. А, не, подожди. Стой. Родился с девяти сердец. То есть, он один родился. Не он тот, да? Из них, получается, правильно? Я король в обе... Подожди. Родился. И да, я король вампира. Я самый сильный вампир. Сильнейший из вампиров. Да, вот. Я король вампиров. Я не он тот. Хм. А теперь грязные люди. Знаете, почему я сейчас удивляюсь? Вы такие думаете, наверное, облудленные. Ты же переводил эту игру. Ты должен знать сюжет и тому подобное. Да я вот удивляюсь, потому что... Я видел, как тот выглядит вампир, которого мы встретим. Но прикол в том, что я концовку не переводил этого перевода. И поэтому я не знаю, что там будет. Но это как-то очень странно. Интригует. Вот с самого начала эта игра сразу интригует. Что самое... Что офигенно просто-напросто. Потому что... И это, кстати, более-менее такая нормальная игра, да? Ну, как бы добренькая. Почему я увидел, что она такая, ну, как сказать... Детская, да? Но она добренькая, да. Позвольте мне вас истребить. Ну, сколько можно, да, уже плохие игры проходить? 2020 год заканчивается. Он и так был плохой. Давайте что-то хорошее проходить. Где, короче, вампиры убивают людей, да? Позвольте мне вас... Позвольте мне представиться. Да? Или... А, не... Вот, а теперь грязные люди. Вот, позвольте мне вас истребить. Я неправильно прочитал. Злой, кровавый, вечный... Неунтот. Типа, она болеет за него, да? Неунтот путешествовал по стране. И куда бы он ни пошел, всех поражала смертельная болезнь. Коронавирус. Более того, она быстро распространялась. Матери ужасы вопили, баюкая своих мертвых детей на руках. Мужья, потерявшие жены, умирали, проклиная хрупкость людской жизни. Конечно же, многие охотники на вампиров пытались убить Неунтота. Но все они умерли напрасно. Они были будто бы игрушками для него с его властью. Это была бойня всепоглощающего насилия. У некоторых людей была теория. Они предполагали, что, возможно, настоящая чума была вызвана именно за Неунтота. И, конечно же, они мало что могли сделать против вируса, которого... Ну, который они видели, да? А поскольку у него была сила девятерых человек, предков-бампиров, он был действительно неудержимым. То есть она за плохого, короче, болеет. Как вы болели за Соу из этого, как он называется, или Соу, или как вы там звали, из Еторн Тудая. И как вы болели за Зеленого из Вичхарта, короче. Как его там звали, я уже забыл. Напишите. И вот тогда же появился самый сильный человек. Эта история по-любому как-то должна совмещаться с той историей, которую мы увидим в плане дальше, да? Мо-хо-хо, ты приш... Итак, ты пришел. Монстр, смерть будет слишком хороша для тебя. Я начал уставать от всех этих людей и не в состоянии оказать сопротивление, походу, да? Кажется, они позвали самого сильного человека, не так ли? Ты хочешь разбавить меня скуки? Хм, я закончу это мгновенно. Итак, человек, давай весело станцуем под багровой луной. Ух, боже, выношу ему свой приговор. Похоже, охотники за вампирами, которые сражались с Нюн Тотом, тоже существовали. Хотя вампиры бессмертные существа говорят, что он даже смог убить их. Какое соперничество так интенсивно? Самый отвратительный из вампиров и охотник на них столкнулись. Слухи об этой битве распространялись повсюду. Но никто до сих пор не знает результаты их борьбы до смерти. Однако, можно сказать, одно наверняка. После этого дня вампиры полностью исчезли из истории. Вот такие пироги. Хм, извиняюсь. Так, человек, эм, человек, господи, человек, ну перевод. Человек? Так, точнее, да. Сколько бы раз я это не смотрел, я никогда не забуду, насколько вампиры крутые. Даже во всей литературе, которую я читал, окажется, никто не знает, кто победил, как говорится, в фильме. Как говорится в фильме. Но если вампир победил, тогда, я уверен, что теперь этим миром будут править вампиры. Тем не менее, я не могу не мечтать, если появится вампир и высосит кровь из моей шеи. Ох, я с трудом сдерживаюсь. Эм, хм, исключительно из любопытства. Я так, я как бы понимаю, что это маловероятно. Типа, что пососут у неё кровь, да? Хм, а уже так поздно. Я думаю, что всё это меня немного возбудило. Я приму в ванну и пойду спать в кровать. Хотя сначала... Ага, то она хотела взбодриться, а теперь уже резко спать хочет. Дворецкий Гордон очень зол на меня, и всякий раз, когда он ловит меня в спортивном костюме, ну, типа в спортивном костюме, когда ловит, так неудобно не иметь возможности носить его за пределами моей комнаты. Эх, прости меня, мой любимый спортивный костюмчик, да? Когда-нибудь я заставлю Гордона носить его тоже. Я не удивлюсь, если такое произойдёт тут. Хорошо, время купаться. Уже довольно поздно, так что лучше действовать тихо. Так, это мне сейчас надо будет идти сюда. Опа. Сейчас пойдёт сюжет, друзья. Первая серия будет, мне кажется, такая довольно длинная. Не так, как у меня раньше, по 20-30 минут. А будет, наверное, на час. Что? Это был отец? Что он делает в такой час? Может, у меня переводы не самые лучшие, но весь сюжет, я обещаю, вы поймёте. Весь, всё, что происходит, всё будет понятно вам и очень хорошо. Эту серию я, кстати, давным-давно должен был уже выложить, потому что мне просто времени не хватало, и я стараюсь сейчас очень сильно. Я и то, и то, и то делаю. Сейчас и танец учил, и, короче, ну, кто в курсе, тот понимает, о какой танец. Потом и в Ахиме я уже немножко, ну, как немножко, где-то половину перевёл. И то, и то, короче, у меня ужас просто. Так что, если вы захотите поддержать меня копейкой какой-то, ссылка будет в описании. Донатик там есть. Можете закинуть какую-то копейку. Вот, это будет очень приятно. И, конечно же, хотелось бы сказать Сане. Спасибо тебе, Сане, огромное за то, что ты поддерживаешь меня очень сильно. Конечно, спасибо огромное и Алине, и Евгену, и Любе, и вообще всем, кто поддерживает. Но некоторые люди очень сильно поддерживают, и поэтому такими вот... Из-за таких людей я и продолжаю дальше, и буду и продолжать, и продолжать просто без перерыва, пока моё сердце не остановится. И вы загадаете желание, возьмёте моё сердце, как Вич Харти, и скажете, Блудлинус, продолжай, ебашь дальше. Миша, всё, хуйня, давай по новой. Так, я только что слышал, как закрылась входная дверь. Отец вышел на улицу, это немыслимо. Его здоровье было плохим с тех пор, как умерла моя мама. Редко можно было увидеть его во сне, вне своей комнаты, кроме того, как он кушал. И когда он выходил на улицу, его всегда как бы сопровождали кто-то, да? Ну, не только это. А как же слухи насчёт убийцы? Отец! Отец такой, ну нахер, я сваливаю. Знаете вот, что вот эта музыка очень сильно мне напоминает? Просто нереально. Смотрели, например, с Дмитрием Нагиевым, короче, передачу очень старую, окна, или подобные передачи, где там разоблачали, там... Или вот с этим Дмитрием Поречниковым, где разоблачали, там... Я не помню, как же она там называлась, эта передача. Вот музыка, ну просто нереально похожая. Так. Если я выйду, ничего никому не сказав... Но у меня нету особого выбора. Кстати, интересно, могли бы мы пойти предупредить кого-то или нет? Или это по сюжету, то есть никак не получится? Я, кстати, не проверял. Но надо было бы. Отец, куда же ты идешь? Заметьте, сюжет просто с первых минут идет, бесперерывно. Опа. Ля, такая ассасинка. Он проверяет, не следят ли за ним. Батя куда пошел? Батя, походу, пошел похмелиться ночью. Интересно, чего бы ему так настораживаться? Есть что-то, что он не хочет, чтобы люди видели? Ну, типа, он скрывает, что... Тогда все в порядке, я буду следить за ним в секрете. Так, слежка за твоим отцом. Девушка решила незаметно последовать за ее странно действующим отцом. Опа. А тут у нас, друзья, начинаются геймплейные моменты. Это круто. Я давно уже в игры не играл, в которых такие прям моменты. Ну, в новые, по крайней мере, не старые. Престарелый отец, казалось, плохо видит из-за тускло освещенных улиц. Он, вероятно, не заметил бы ее, когда обернулся, пока она зачем-то пряталась. Нам, ну, знаете, нам, типа, показывают, типа, вы прячьтесь, а то вам пиздец от батя ремня получите хорошего. Грин, сейв, еллу, внимание, и ред, алерт. Короче, он пиздец вот. Однако, если бы она слишком отставала, девочка наверняка потеряет его из виду, своего отца, да? Так. Он начал двигаться. Так, три, два, один. Поехали. Аккуратненько. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Надо за фонарьными столбами просто прятаться. Ой-ой-ой, тихо. Тихо, нормально успел. Тихо, батя. Батя пошел за аптекой, за виагрой. Ой, за аптекой. Тихо. Тихо, нормально, нормально. Тихо, тихо, тихо. Батя пошел ночью за виагрой. Посмотрел. Блуд Линеса Яойный стрим. Ой, то есть видосик по слоу демейджу, и все, да. Демейджу. Опа, так быстро. Такая быстрая, это, заставочка. Геймплейный момент. Думаю, отец пошел этим путем, но... Уааа. Крик. А. Они были оба убиты. Они оба, оба из них. Или не знаю. Опа. А. Все, пиздец, смерть. Что? Все, пиздец нам. Не убивай меня. Почувствовав опасность, девочка немедленно начала убегать. Офигенно. Прикиньте, да? И тут сюжетная миссия. Блин, может эта игра не японская, а... 3, 2, 1, а немецкая. Хопа. Тихо, аккуратно. Тихо, нихрена ты, че ты прыг... Лень. Все. Смерть. Вот так вот. Офигенно, серьезно. А, у нас переигровка, видите? Так, пробуем еще раз. 3, 2, 1. Аккуратненько. Идем вверх. Сложно так легко убежать. Ох, ёпт. Сейчас. А, вверх. Есть. Так, я застрял. Что тебе нужно? Пожалуйста, скажи что-нибудь. Что мне сделать? И что самое интересное? У нас есть побежать обратно. У нас время идет... Блин, вроде вот это вот. Я не помню. Я спрячусь здесь, в переулке. Короче, там было написано назад побежать. Спрятаться в переулке. И что-то там еще. Но единственный правильный выбор, мне кажется, это спрятаться в переулке. Потому что тут даже видно. Нет. Но тут тупик. Это тупик. Пожалуйста, держись подальше. Не приближайся. Кто-нибудь? Батя! Матя! Все. Звездец. На холодец. Опа! Лё! Как это? Что это? Не понял. Что заходим? Что такое? Что? Ну ладно. Пойду кого-то другого убью. Да? Сохранение. Так, не смотрите сюда. Не смотрите сюда вообще. Не нужно. Ни на что смотреть. Расходимся, расходимся тут. Ни на что смотреть. Где это я? Это Алиса в стране чудес. Я жива? Этот... Этот человек, кажется, ушел. Но... Где мы оказались? Ну, что это за место? Почему... Эм... Его... Зарянул... Почему тут никого нет? Ну, не только это. Что-то странное. Это место кажется другим. Думаю, лучше узнать, где это я. А... Так... Ну, стоит оглядеться вокруг. Как я понимаю, там написано. Опа! Это... Что это сейчас было? Какие-то непонятные местности и там подобное. Опа! А! Я же ничего... Не... Типа, я его... Я даже ничего не сделала, но... Почему оно сломалось? Нормально. Что тут можно прочитать? Здесь что-то написано, но я не могу прочитать. Я не узнаю этот язык. Ну, да. На украинском написано просто. Опа! Что происходит? Мне показалось, или кто-то наблюдает за мной. Или это всего лишь моё воображение. Хм. Может сюда пойти. Ой! Эм... Я так... Ммм... Типа, тут нет прохода, да? Тут нет прохода про... Э... Нормально. Я думаю, что кто-то за мной типа идёт. Но это, наверное, моё воображение. А, ну-ка. Идём наверх. А! То же самое. Куда бы я ни пошла... Путь же продолжается. Разве нет? Типа, да? Короче, везде тупик. Куда бы мы ни пошли... Не знаю, может сюда. А! I can't see something in here. Я что-то вижу там, да? О! Я вернулся обратно. Тут никого нету. I can't go anywhere. Я могу куда-то пойти, но... Здесь никого нет. Я не могу никуда пойти. Почему я оказался в таком странном месте? В бизарном месте. С меня достаточно. Мама, помоги мне. Мама, помоги мне. Смотрите, она говорит. А у неё кулон на шее. И, возможно, мама реально помогает. Потому что прилетает летучая мышь. Бэтмен! И... Мышь? Я никогда не видел их раньше в жизни. Что-то случилось? Что-то не так? А? Ты говоришь мне пойти с тобой? Эй, погоди. Я не могу пойти по этому пути. Эй, погоди, что? Я уже думаю, могу. Типа уже проход открылся, да? Может, это реально мама помогает каким-то образом? Мне теперь можно идти, я полагаю. Пожалуйста, подожди меня. Нормально, да? И вот он, замок. Вот чем мне нравится эта игра. Она раскрывается очень хорошо. Тут начало такое вот быстренькое произошло. Мы узнали её. Мы увидели батю. Мы увидели некоторых персонажей. То-то-то, пято-десятое. Тут мы резко попадаем в какой-то непонятный мир. Какой-то, не знаю, сказочный, фантастический и там подобное. И может быть, мы встретим скоро вампайра. Я никогда не видел раньше таких огромных замков. И точно не слышала о нём. Летучая мышь вошла внутрь. Я не могла не последовать, но... Извините, кто-нибудь? Он очень ветхий, но в нём есть ещё освещение. Я уверен, внутри должен быть кто-то. Привет. Привет, Андрей. Какая музыка пошла? Без сомнения. Я думаю, что кто-то наблюдает за мной. Что означает? Здесь кто-то всё-таки есть? Я просто хочу узнать, где я. Девушка решила поискать того, кто за ней следит. Так. Давайте пойдём вверх. Ага. Тут у нас, смотрите. Просто обломано всё и пиздец. Так. Сейчас. Тыква в глазах этой тыквы. Зеркала. Вроде за... Mirrors and eyes. Хм. На этом, значит, что-то написано. Хлопни меня. Или шлёпни меня. Шлёпнуть? Ты говоришь? Get pet. Я не знаю, что это... Чтоб он стал животным или что. Шлёпнуть? Короче, шлёпнуть. Хорошо, если ты просишь это. На. Опа. О. Нормально. Ну, что это значит? Ну, эм... Я так понимаю, там кто-то есть. Ну, ща мы разберёмся, кто там есть. Ща накидаем пиздяков. Похоже, этот путь ведёт под землю. Извините меня. Там кто-то есть? Странно, да? На самом деле, если подумать, тут кто-то был до меня раньше. Если бы я не ушла, я бы закончила как те два трупа. Интересно, есть ли какая-то связь с этим мужиком, которого я увидел и с моим отцом? А, я понял. Или он... Давайте не будем об этом думать. Типа, батя, может, уже умерла. Я слишком много трачу время на негативные вещи. Ох, ни хераси. Я! Фух, это просто мышь. Мышь. Просто мышь. Как бы первая девушка, которая не боится мышей, да? Что происходит? Ну, типа... Такая сильная. Пойдём дальше. Я уверена, что здесь что-то есть. Мышь крадётся. Мышь крадётся. Так. Ммм... Это место... Хмм... Это часовня. Почему она под землёй? Так. Я никого не вижу, но я хотя бы рискнул посидеть на скамейке и отдохнуть. Ммм... Конечно же, был ли тот человек как-то связан с отцом? Там... Эти двое были убиты. Это тоже, возможно, связано с отцом? Но тогда, может быть, отец просто был вызван по другой причине? Может быть, его тоже убили? Нет, этого не может быть. Я уверена. Он просто хотел прогуляться поздней ночью. Ммм... Что же будет со мной? Ммм... Так. А? Это что? Ну, а что? Типа... А сейчас что, да? Опа. Это что, гроб? Что он делает здесь? Хмм... Теперь, когда я смотрю на это, то оно очень сильно похоже на то место из того фильма. Нет, этого не может быть. Должен ли я его открыть? Подожди, о чём я думаю? Использую немного здравого смысла. Единственная вещь, которую ты там можешь найти, это труп. Зачем мне вообще его захотеть открывать? Серьёзно, это вообще... Как... Что это вообще говорит обо мне, как о человеке? Но... Ну, здесь всё равно никого нет, и похоже, я в тупике. Если я просто умру невежественной и одинокой в этом странном месте, значит... Тогда мне, по крайней мере, разрешено помечтать о том, что здесь спит вампир, не так ли? Так что, вот, неа. Да, вообще. Опа, какой красавец. Ля, Дио спит, ля. Дио, у которого волосы Джотера. Фу, Джонатана, ты, блядь, да похуй. Там действительно был кто-то внутри. Он дышит, и это не труп? Эти зубы острые, как клыки. Неужели это настоящий вампир? Вампайр. Всё-таки, какое красивое лицо, офигенно. А интересно, а если был бы вампир, который был бы некрасивым, как вот реально вампиры выглядели в то время такими уродливыми, как в «От заката до рассвета» в фильме и тому подобное, почему в этой пиксельке он должен быть красивым, да? Почему-то, глядя в лицо этого человека, я успокаиваюсь. Такое чувство, будто бы я его где-то встречала. О, ну вот этот сюжет уже начинается. А? Я чувствую себя такой измученной. Не знаю, вампир ты или нет, но... Пожалуйста, дай мне немного отдохнуть. Типа, уже всё, типа, сил не хватает, да? Отец! Мама! Опа! И тут, друзья, начинается, только начинается опенинг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну что, друзья, я хочу сказать, что мне очень сильно понравился этот опенинг. И знаете что? Я не смотрел этот опенинг вообще ни разу, потому что дальше я не переводил, и это перевела Алоэ. Спасибо ей, конечно, огромное. Вот если бы не она, то на этом моменте вы бы уже не видели бы, что будет дальше. Но было бы очень хреново, да, оставлять вас без перевода следующих моментов. Я скажу, что опенинг охрененный. Этот чувак, его зовут Нюнто тоже. Я не понимаю, на самом деле, типа, это он самый главный вампир. Возможно, история неправдивая, возможно, мы что-то видели не так. Ну да ладно, неважно, давайте поехали. Это, блин, это шикарно было. И детская игра, вы видели труп? Вы видели, да, труп? Я, и походу... Ладно, не буду ничего говорить. Верно, я заснула. Где это я? Почему в этом... Почему в этом карамешном... Почему я настолько в темном месте, да, в карамешном? И почему я сижу в этом удобном кресле? Кто-то... Это, может быть, это... Этот вампир, знаете, смотрит? Эти глаза смотрят на меня. Кто ты? А это вы ведь наблюдаете за мной? И тут я подумала... Нет, не может быть такого. А, это нам говорит... Это не мы говорим. И тут я подумал... Подумал... Нет, не может быть. Так ты действительно заметила, да? Где это вы? Что вы собираетесь со мной сделать? Что я собирался сделать? О, ничего, правда. Но если ты хочешь встретиться со мной, то тебе придется покинуть это кресло. Так что вставай. Первое. Встань для начала. Я полагаю, пока ты... Пока что мне следует... Последовать за вами. И что теперь? Хорошо, теперь действия... Теперь это за мной, типа, осталось, да, действия. А теперь иди прямо к стене. Поняла. А, она сама идет. Я у стены. А теперь прогуляйся возле стены. Прогуляйся. Как только ты встретишь зеркало, остановись там. Хорошо, поняла. Девушка сказала, как велел тынстенный голос. Она идет вдоль стены в поисках зеркала. Ну... Мне вверх, наверное, да? Надо как-то идти или... А, сюда что ли? Хм. Это то зеркало, о котором вы говорили? Прямо за стулом, на котором я сидела? Опа. А! А? Хе-хе-хе. Куда ты смотрела? Я здесь, перед тобой. Что это значит? Это значит, что... Опа. Ох, ваше тело. При этом ознакомиться, мисс. Мое имя Зися. Зуси. Зисю. Я не знаю, как правильно. Зися. Зисю. Зися. Я не стабильная сущность, так что я могу жить только в зеркале. Эта игра мне... Знаете, я вам сейчас одно скажу. Эта игра мне вот сейчас напоминает карманное зеркальце. Немножко. И... Ладно, я не буду говорить, что еще напоминает она мне. Но она вам, наверное, тоже напомнит попозже, потом. Знаете, что... Ангел Кровопролития. Да. Ну, посмотрите потом. Хотя, хах. Ты не кажешь... Атак, инстаблент... Чарм, Йерс... Тут не перевела Лоя. Ну, ладно, в принципе, ничего страшного. Типа слух, мистичность. И чарм это вроде... Ладно, неважно, что это. Короче, классный персонаж, да? Хотя, хах. Ты не кажешься удивленной. Ну, произошло много странных вещей, пока я ехала сюда. А она столько всего навидалась, реально. Это сделало меня странно спокойной. Хм, это все. Дай угадаю. Сейчас. Типа этот путь сюда, да, типа. Я думал, что смогу удивить тебя еще больше, увидев, как ты напугана. Ох. Это очень плохо. Ну, мне кажется, может... Может ли это напугать тебя? Эх, херн туат. Слышала, что? Так, сейчас не пойму, что тут. Хе-хе, хочешь знать? Типа, может быть, ты слышала то, что может тебя напугать, да? А, вот, да. Волоселин этого замка. Да ведь он страшный вампир. Вампир? Да вампир. Он запечатал тебя живьем в этой комнате, чтобы высосать кровь из твоих вен. Вен. Этих, как они называются? Варикозных вен. Разве это не страшно? Не стесняйся плакать, ладно. А она любит вампиров как раз. Лол. Так ты проснулась? Хе, нормально. Короче, там тролль, походу. Вот он. Вот. Муахаха, человек добро пожаловать в мой замок. Я лоселин этого замка. Лорд Арне, вампир. Игра переводится как Дело Книги Арны или... Короче, если честно, у меня такое ощущение, вроде, где-то я то ли читал, то ли видел, то ли хрен его знает. Какой-то тут будет детектив. В каком плане? Мы... Ладно. Неважно. Блин, зачем я это рассказываю? Это же спойлеры. Ох, нет, он здесь. Он высосит твою кровь. Правда? Вы действительно настоящий вампир? А, она не против, да, высосы? Мм, она не против. Это вроде детская игра, но... Понимаете, девочки из самого такого роня уже хотят, чтобы их, ну, кусили за шейку, да? Да... Ты действительно вампир? Да, я действительно настоящий вампир. Я докажу тебе это сейчас, человек. Как именно? Стой на месте. Хорошо. Лоу. Ох. Сейчас она там это... Ладно, так, я молчу. Вампиры не появляются в зеркале? А, я думаю, по-другому докажет. Ах, так вы до сих пор обладаете таким... Такими скудными знаниями? Типа Арны говорит. Ну, конечно. Так. Теперь, когда ты знаешь, что я настоящий вампир... Человек, дай мне свою кровь. Знаете, это... Арны не похож на того ужасного вампира, которого показали по телеку, да? Дэ... Что такое? У тебя есть последнее слово? Дэ? 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 Делай как пожелаешь. Абсолютно на все, 100% высоси мою кровь. Лол. А? Это настоящая сделка, не так ли, мистер вампир? Эй, погоди. Тогда... Сейчас. Тогда непременно перейдем к шейной вене. Лол. Подожди, человек, успокойся. Давайте. Посмотри сюда. Сделай это. Да что с ней не так? Эй, Зиси, мы об этом не договаривались. Разве я не говорил тебе немного напугать ее, заставить бежать домой? Ну, это весело. Разве это не нормально? Нет, это не так. Давайте, я готова, начнем. Пиздец. Ору. Ай, да. Прошу прощения за мое некрасивое поведение. Я так увлеклась, моментом встретив объект моих увлечений, чтобы заставить такого, как я, отшатнуться в ужасе. Это немалый подвиг, человек. Да, я уже поняла об этом. Эм, что? Мистер вампир, вы спасли меня? Это был не я. Зиси, я просто нажал тебя, когда ты попал в этот мир. Нечасто люди приходят в этот мир, поэтому я и подумал, что это будет интересно. Этот мир? Что вы имеете в виду? Ну, видишь ли... Погоди, Зиси, если ты хочешь стать частью этого разговора, то появись в карманном зеркале. Заметно. В карманном моем зеркале, да? Типа у нее на этом это карманное зеркальце, да, у нее, а не медальон. Йоху! Значит, ты можешь перемещаться между зерклами? Ха-ха, да будет тебе известно, это необычное зеркало. Ммм, обычно как существо, которое не появляется в зеркалах. Я не могу видеть Зиси. Не знаю почему, но похоже, так оно и есть. Так. Ммм, я вижу... А, мир отражен в зеркале? Ага. Значит, я не вижу вампиров. Чего? Однако это зеркало, как и то, что ты увидела впервые, позволяет нам видеть друг друга и общаться? Не уверена, что понимает, но... Это чудесное зеркало. Чего-то я тоже ни хрена не понял, ну ладно. На самом деле это должно быть... Достаточно этого, да? Сухость. Если подумать, твоя одежда тоже не отражается? Такое можно увидеть в фильме, но, честно говоря, я думала... Что одежда появится. А, типа одежда, типа... Типа вампир-то на самом деле... Его не видно, но одежда должна видна быть, да? Любые мои вещи не отражаются, пока они касаются моего тела. Ни содержимые моих карманов, ни предметов в сумке, которые я ношу, не появляются, да? Типа, ну, на отражении. Как загадочно! Итак, может ли я тема? Здесь я продолжаю. Понял. Так мы говорили об этом мире, верно? Начнем с этого города. Его называют Люгенбург... Люгенберг, да? Он находится в другом мире, немного не в том, что... В котором вы живете. Это места для таких, как мы, людей, которые не являются людьми. Если быть кратким, этот город не людей. Не людей, прям как в этом... Ведьмаке. Люгенбург, город не людей? Почему я оказался в таком месте? Я не знаю. Однако это не... Не так необычно, как ты думаешь. Ты ведь знаешь, что значит быть унесенной призраками? Да, смотрела аниме Миядзаки. Вы имеете в виду, когда кто-то пропадает при загадочных обстоятельствах? Ага, верно, мисс. Стала унесенным призраком сама. Типа, ее унесли, да? Иногда граница между нашим миром и вашим становится немного размытой. Ты просто случайно наткнулась на это, поздравляю. Конечно, есть специальные условия, при которых граница размывается. Но, скорее всего, на этот раз все было по-другому. Но не то, чтобы это было действительно важно. Тихо, такой проблевный человек. Не то, чтобы я хотел сюда попасть. Кстати, люди здесь являются довольно ценным продовольственным ресурсом, лол. А? Если бы тебя оставили валяться, тебя бы наверняка уже сожрали. Большое спасибо, что спасли меня. Ох, но... Говоря о идее, мистер вампир, вы тоже пьете кровь людей? Но ранее вы отказались пить мою кровь? Я выгляжу так, как будто бы я невкусная. Ну, насчет этого... Понимаете, Арн работает здесь детективом. О, да, как я и говорил, он будет детективом. И он берет кровь в качестве платы за свой труд. Ну вот, вот, о чем я говорил. Ну, как вам, ангел кровопролития похож, да? Так, на самом деле, это единственная кровь, которую он пьет. Он очень странный вампир. Хотя, когда-то это было зрелище. Он говорит правду, человек. Детектив? Я отказываюсь. Я даже еще ничего не сказала. Мне не нужно было это слышать. Ты хотела попросить мои услуги, верно? Ведьмак. Из мира вампиров. Значит, ты так легко понял меня, знак настоящего детектива? Ты издеваешься над мной, человек. Издеваюсь над вами, мистер вампир. Немыслимо. Ну же, Арн, почему бы не послушать ее рассказ? Да, правильно. Так что, в принципе... Эээ... В принципе... Постой, я не сказал, что буду слушать. Это про моего отца. Стой, человек. Ага. Ну, не успел. Ага, понятно. Так, вот через что ты прошла, для того, чтобы попасть сюда. Эээ... И я все равно услышал эту историю. Вот почему я хочу, чтобы ты проверил расследование в отношении моего отца. Ну, вы, да? Человек, я могу сказать две возможности по поводу твоего отца. Он либо жив, либо мертв. Да. Бро... Да. Если он мертв, вероятно, что... Хороший детектив, да? Что он не имеет отношения к тому, кто напал на тебя или к их врагам. А если он жив, то, скорее всего... А не одно и то же... Одно... А не одно и то... Одно... А, бляха-моха. А они, скорее всего, одно лицо или сообщники. Я, кстати, тоже подумал, может быть, этой батей был. Но это как-то странно вообще. Чтобы он так прыгал, он там... Не знаю. Как я думала. В детективах всегда он там с палочкой ходит. Потом как Бэтмен такой. Бля-бля-бля-бля-бля. Я Бэтмен. Я дурак, ебать. Ага, я пожилой отец. Идиот. Ладно, но я не могу представить, что это был отец. Здоровье отца уже давно подорвано. Я просто не могу представить, что он делал эти бесчеловечные вещи. Кстати, в детективах всегда такая фигня, что поначалу человек там без одной ноги, а потом у него как сороконожка бегает по стене. Кроме того, я сразу убежала после того, как услышала крик. Подумай, только он мог убить двух человек за такой короткий промежуток времени? Хм. Немного неловко сказать это после того, как ты уже много сказала мне об этом, но... Это действительно банально. Пойди... Пойди побеспокой свою человеческую полицию или тому подобных этими мелкими ссорами между людьми. Я отказываюсь выполнять работу, которая меня не устраивает. Не может быть. Я не знаю, что тут... Что тут, потому что я пропустила из-за тебя. Сейчас. Нет, тут говорится по-другому сейчас. А, да. Что-то я не то. Подожди, читаю или хер его? Вот. Эй, в чем дело? Давай, принимай эту работу. Разве это не звучит забавно? Кроме того, ты не думаешь, что у нее была бы самая... Ну, типа была бы самая вкусная корова? Подожди. А вы не хотите ее выпить? Прекрати возвращаться к этому, это раздражает. Мистер вампир, если вы выпьете мою кровь или превратите меня в вампира, мне все равно. Не считаешь ли ты это скорее бонусом? Конечно, нет. У тебя слюнки текут. А, нет, это не так. Как фанат вампиров, я хочу понять, каково это, когда сосут твою кровь. Вот и все. Тебе посраки дать? За вот такие переводы сейчас. Что с ней происходит? Хорошо, что я не прочитал это. Хе-хе. Да, ладно, все в порядке. Как вы думаете, что она написала про то, что могут сосать? И я с радостью помогу на этот раз бесплатно. Ладно. Ну, прими работу, Арни. Мистер Си-Си, спасибо. Мистер вампир, пожалуйста, примите. Если вы оба будете умалять, я не передумаю. Даже если вы оба будете умалять, я не передумаю. Хм, это твой кулон. А? Человек, где это ты взяла? Это? Патрак на память от моей покойной мамы. Мамы? Нет, конечно, я ошибаюсь. Что-то случилось? Я немного заинтересован. Правда? Отлично. Но сначала я должен попросить тебя пройти тест. Тест? В этом нет ничего сложного. Ты имеешь в виду этот тест, верно? Ох, как подло. Перестань комментировать здесь. Ох, да-да. Хм, что за тест? Вот, сейчас. Вот у меня один красный шар и два стакана. Переверни обе чашки, человек, и помети шар в одну из них. Мне на это сделать, да? Или как? Так. Красный, да? Лайк здесь? Да. Сейчас, вырек. Хорошо, ты признаешь, что я ничего не трогал. Да, вы ничего не тронули, мистер вампир. Хорошо, теперь человек позволит мне спросить тебя. В какой чашке находится красный мячик? А? Хм, это сложный вопрос. Нет, я не об этом. Тогда ответь. Хорошо, ему красный шарик в... The Red Cup не в одном стакане. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ теста из-за чего-то мне захотелось выбрать синюю чашку но мистер вампир я подозреваю что вы тоже этого не ждали так что мой ответ не в одном из этих стаканов значит и подозреваешь что я что-то сделал как глубоко ты мне доверять ты мне не доверяешь тогда скажи где мяч что ж я уверен вы где-то его спрятали ты говоришь что я прячу мяч у себя лол к сожалению это был правильный ответ что его нигде нет опа не может быть мяч исчез мы вампиры можем свободно манипулировать собственной кровью эта кровь была вот из чего и сделан этот мяч так близко но так далеко человек ваш послительный процесс может пройти только половину пути это не честно разве я не говорил что ни в одном ни в другом его нет это только половина пути к правильному ответу если бы ты знала что я вампир ты бы могла бы прийти к истине лол поскольку я провалила ваш тест мистер вампир значит вы не примите мою просьбу по крайней мере по крайней мере позвольте мне сохранить шар искры из крови в качестве сувенира страшно даже просто просите об этом погоди человек я ничего не сказал о том что ты провалила тест я не знаю кстати правильный выбор там и это или неправильный может быть интересно чтобы было бы если мы красный выбрали то что мы только что провели было бы ам было что-то вроде психологического теста способ узнать какой ты человек в результат меня самого заинтересовал меню тоже тоже не часто встречаешь человека который будет реагировать на вампиров так же как она ну поблагодарить свою подвеску как только я понял что она мне интересует твоя просьба сразу была принята поздравляю маму спасибо большое и так человек дай мне имя 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 клиента который используют пользуются услугами детективного агентства арне ох алины лин рейнвер и рейн вайс я прошу расследовать то что делает мой отец как член семьи рейн вайс я просто должна знать хорошо глин рейн вайс твой запрос эмм будет взят великим арне я тоже помогу лин мистер вампир мистер здесь и спасибо вам большое хватит называть меня мистер вампир мистер бизнес да я так понимаю тебе тоже не нравится когда тебя называют на вы и лин ураль рейванс тогда лорд арне а так нормально хорошо теперь перейдем к делу у меня есть кое-какие материалы подожди минутку поняла не оставлю это ручное зеркало здесь здесь я поговорю с клиентом понял ну что я в принципе могу сказать на этом наше прохождение на сегодня заканчивается целый час который мы перевели вместе с алоэ это специально для вас специально с пылу жару хорошего вам настроения всем кто смотрел это видео если вам понравилось обязательно напишите комментарий напишите как вам что вам понравилось и тому подобное потому что эту игру одно дело мы по-любому сразу проходим смотрим что там как там будет интересно ваш лайк комментарий донатная поддержка все это будет играть роль очень большую роль так как будет продолжение сразу быстро и и там подобное как бы все будет сразу вот донатике ваши и лайки и комментарии только мотивируют делать быстрее видос чтобы мы обсуждали что будет происходить дальше пока что я скажу Игруха очень интересная Детективная, как я люблю На самом деле, и вы, наверное, любите на моем канале Вот, так что ждите Следующую серию, пишите комментарии Всем удачного Отдыхать, скоро будет Новый год У нас сегодня 6 декабря И вот такие писюны, давайте Ждем Амори, да, Амори нам надо Еще пройти очень много игрух Потому что тоже у нас много Всего хорошего, до встречи, с вами был Блодлинес, удачи, удачи И ждите нас на стримчике Или просто серийку Давайте, не забывайте подписываться